Самые нужные английские слова, часть седьмая. Итак, девятнадцатое слово в нашем списке самых часто употребляемых слов это this. Переводится как этот, основное значение, или это употребляется перед существительным. Например, эта книга интересная, this book is interesting, или, например, этот компьютер новый, this computer is new, или, например, я вижу эту книгу, I see this book. В принципе, очень часто употребляется, значит, this это этот, а тот это that. Могли бы даже сказать I see that book. Если мы скажем I see that book, то получается я вижу ту книгу, I see this book, я вижу эту книгу. Значит, далее, двадцатое слово это they, они, личные местоимения. Например, они счастливы. They are happy. Или, например, они знают это. They know it. Они знают это очень хорошо. They know it very well. Например, они живут вместе. Они живут вместе. They live together. Together это вместе. They live together. И также очень важное слово это at. Предлог. У него несколько значений. Значит, at переводится как возле. Например, I was. И также возле, for example, I was at the cinema. Здесь, если мы скажем, там, at the cinema, в кино, то здесь буквально, я был в кино. Или я был возле кинотеатра. Но обычно I was at the cinema, то есть я был в кинотеатре. Хотя, на самом деле, смотрите, какие часто управляемые выражения с at. Значит, at the cinema, можно сказать, I was at the cinema. Я был в театре. I was at the... Не будем писать, просто напишем. I was at the theater. I was at the cinema. Это такие часто используемые выражения. Также, например, он, например, он в школе. He is at home. Без артикля. He is at school. Значит, он дома. He is at home. He is at school. Он в школе. He is at work. Он на работе. Вот это, смотрите, устойчивое выражение. То есть, at, the cinema, в кино, at the theater, в театре, at home, at school, at work. И также используется перед временем. Например, я обычно встаю в 7 часов утра. I usually get up. Get up – это вставать. At 7 o'clock. В 7 часов. I usually get up at 7 o'clock in the morning. Получается то, что at – это в. Там в 8 часов, at 8 o'clock, at 7 o'clock. В принципе, это основные значения at. То есть, как предлог, но обычно в значении рядом используется слово near, а не at. Near – это около. А вот то, что мы прошли, это устойчивое выражение, которое нужно знать. И также перед временем, перед каким-то часом, at 7 o'clock, at 8 o'clock и так далее. Но давайте еще раз повторим. Значит, this – это этот. Значит, this book is interesting. Эта книга интересная. This computer is new. Эта компьютер новый. I see this book. Я вижу эту книгу. Антоним – that, too. I see that book. Далее, they – они. They are happy. Они счастливы. They know it very well. Они знают это очень хорошо. They live together. Далее, at – несколько значений. Одно из значений – это около. Около – это near. И также в устойчивых выражениях. Смотрите. I at the cinema – в кинотеатре. At the theater – в театре. I was at the cinema. Я был в кинотеатре. I was at the theater. Я был в театре. He is at home. Он дома. Выражение at home. He is at school. At school – в школе. He is at work. Он на работе. И перед каким-то часом, когда мы говорим о времени. I usually get up. Я обычно встаю at 7 o'clock in the morning.